Здравствуйте! С вами Светлана. И сегодня у нас с вами новогодние покупки. Всё, что относится к Новому году, я сегодня ещё докупила. Мне не хватало этого, и я решила приобрести. То, что покупала в прошлом году, где-то осыпалось, где-то потерялось. Поэтому я решила докупить, что не хватает мне в интерьере. Итак, давайте начнём, посмотрим, что же я купила. Приобрела я для новогоднего блюда вот такую форму для запекания. Я уже напекла блинов и пеку их не первый день. У меня как масленица. Решила я испытать эту форму и приготовила новогоднее блюдо. Тестирование будет на канале у меня. Обязательно заходите и смотрите. Замечательная форма. Выдерживает температуру. Имеет ручки две. Прозрачная. В меру тяжёлая, в меру лёгкая. Если вам не хватает именно вот такого размера, то обязательно смело покупайте. Не бойтесь, не треснет. Не лопнет. Выдержит температуру 200 градусов. Затем я приобрела вот такое вот яблочко. Оно реально большое. В магазине FixPrice представлены различные цвета у этих яблок. Яблоки были в нежно-голубом, в розовом, в перламутрово-белом и даже, по-моему, в каком-то нежно-нежно-зелёном. Мне подходят эти яблочки по своему дизайну и по золотому листику. В пару, конечно же, к этому яблоку я приобрела грушу. Хотела белую грушу купить, но были с какими-то изъянами. Мне пришлось вот взять вот такого цвета. Но я думаю, тоже будет хорошо смотреться яблочки. У меня здесь тоже вот яблочки. Покупаем этот ансамбль груши и яблок. Я уже знала, куда я обязательно их поставлю. Докупила ещё один комплект ёлочных игрушек. Это стеклянные игрушки по 149 рублей. Кстати, яблочко и груша, по-моему, тоже 149 рублей. Желуди. Они там тоже представлены в различных цветах. У меня желуди. Здесь перламутрово-белые, золотые и, по-моему, бронзо. Очень симпатично смотрятся. Если вы ещё не купили, купите. Тем более игрушки ёлочные в стекло. Докупила ещё вот такие вот игрушки ёлочные в синим цвете. Здесь у нас блестящие шары, матовые и глянцевые. 10 штук в наборе. 3, 3, 6, 7, 8. 8 игрушек в наборе. Они не стеклянные. Если у вас дети или животные, они вам подойдут. Стоили 77 рублей. А также купила снежинки. Посмотрите, какая прелесть. Я уже открыла и посмотрела, что же это за снежинки. И они вот так вот смотрятся. Были в серебряном, в золотом и голубом цветах. К ним уже идут ниточки. В том, к звёздочкам, хотела сказать, к снежинкам. Следующая покупка – это у меня веточки. Купила вот такую вот веточку. Она была в упаковке и разочаровалась, когда я её открыла дома. Мне она не понравилась. Во-первых, она лысая. Видите, с одной стороны она вообще без украшений, без хвои. И потом она линяет. Она стоила 99 рублей. Я считаю, что не стоит она 99 рублей. Тем более, покупать её не стоит. Но что делать? Купила что-нибудь, придумаю. И вот такую веточку купила. Посмотрите, какая красота. Здесь уже ветка, конечно, ветка. Здесь очень интересные, такие, знаете, пластиковые, мягкие иголочки. Ягодки. Есть мелкие, есть покрупнее. Снег. Вот это я не знаю, что за веточка. Наверное, тоже ёлочка. Снежок поблёскивает. Шишка декоративная, ну, настоящая. И декоративная ёлочка, фанера. Смотрится очень даже неплохо. Лучше, конечно, чем вот эта ветка. Ну, купила. Есть. Приобрела бусы. Бусы в магазине FixPrice. Знаете, прям разнообразие большое. Есть крупные, есть мелкие, есть глянцевые, есть матовые. От снежного кружева. И 2,7 метра. Есть прям кристаллами крупными. Я купила вот такие перламутровые. Также в магазине FixPrice представлена от снежного кружева веточка. Серебристая ветка в упаковке. Я уже открыла, чтобы меньше шуршать. И решила вам показать, как они смотрятся. В одной упаковке 3 штуки. Есть в серебре, в золоте. Да, осыпается, девочки. Да, осыпается. Я хочу попробовать лаком покрыть. Возможно, не будет так сыпаться. Так, одна веточка. Здесь вот вторая веточка. И третья веточка. Зацепились друг с другом. Три веточки. Симпатичные, нежные, блестящие. Все, что нужно для Нового года. И вот такие вот ветки. Новогодние. Только здесь с листиком. Симпатичные, хорошенькие веточки. И последняя, крайняя покупка. А, нет, у меня еще есть. Еще ветку я покупала. Только придется потерпеть. Буду шуршать. Буду ее открывать. Что-то я ее не открыла. И вот такая вот ветка. Здесь, по-моему, сосна. По качеству очень даже неплохо выполнена. Веточка такая, знаете, кривая. Выполнен такой дизайн. Шишка. И здесь уже вот то, что скрывает соединение ветки с ягодами, с основной веткой. Здесь, видите, как сделано очень грубо. Я считаю. И лента флористическая, она уже раскручивается. Но я не унываю. Я думаю, что я переделаю. И все будет отлично. Вот это вот скрою. Будем делать вместе с вами во влоге. Так. Ну, я считаю, что какие-то плюсы есть в моей покупке. А плюс сразу скажу, что, ну, если не смотреть на то, что есть какие-то недочеты. Вариант хорошей ветки. Так как в магазинах других продаются очень дорогие ветки. И, допустим, в обе ветка достигает до тысячи рублей в продаже. А для декора мне очень хотелось веточки приобрести. За тысячу рублей я не готова их покупать. Если руки из того места, можно немного поправить. Затем мне очень понравилась вот эта ветка. Тоже не жалею ни капельки. Здесь вот снежок попадает. Но я его также приклею. Все будет отлично. Веточки расправлю. Будет симпатично. Затем просто дизайнерские яблочки с грушами. Также не жалею. Они всесезонные. И на лето, и на весну, и на зиму, и на осень. Очень классные. Нежные. Игрушки в стекле просто были нужны. Не хватало мне их. Я, по-моему, покупала такие только шарами. И вот эти вот веточки. Они просто прелестные. Будут смотреться в вазах замечательно. И вот эта вот гирлянда, которую я купила, она очень-очень хорошо смотрится. Но, опять же, в доработке. Я же говорила, что магазин Фикс Прайс нам предоставляет базу. А с этой базой мы уже делаем все, что хотим. Каждый, кто купит, решит на свой вкус и цвет, как доделать, переделать или, возможно, оставить в таком же виде. Почему мне понравилась эта гирлянда? Потому что в прошлом году я, по-моему, тоже покупала такую же. Я ее разбирала и творила с ней все, что хотела. Делала уйму поделок. Если вы перейдете на следующий год поделки-переделки из магазина Фикс Прайс, на моем канале, вы увидите, что я делала, когда разбирала эту гирлянду. Что мы с вами изготавливали, переделывали. Мне понравилась она за качество веточек. Веточки отличные. Мягкий пластик. Шишки натуральные. И есть ягоды. И небольшая заснеженность. Проволока, на которой все это держится. Вся эта композиция. Она очень прочная, хорошая. Если мы разберем даже эту гирлянду, то мы можем ее использовать для других поделок-переделок. Или мы с вами что-нибудь придумаем в следующих видео. Подписываемся. Ставим обязательно лайки. Мне очень будет приятно, если вы будете комментировать. А также участвуйте в конкурсе, который длится у нас до 27 декабря. Кто захочет выиграть алмазную вышивку, участвуйте. С вами, конечно же, была Светлана. Мои покупки из магазина FixPrice. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!